Сегодня 20 октября 2018 года, температура на улице 10 градусов. Приходят заявки на матокопакеты. И вот хочу как бы рассказать одну особенность. Особенно это будет интересно для начинающих пчеловодов, которые только собрались пчел заводить. Вот, допустим, есть пчела на пасеке, которую пчеловода не устраивает. Плохо мед носит, злая, плохо зимует, например, да, и пчеловод собрался поменять породу на пасеке. И вот у него встает вопрос, что лучше заказать, маточек взять весной или пакеты взять. Вот хочу рассказать об одной особенности, которую, допустим, некоторые пчеловоды, начинающие, вообще не знают. Вот если вы берете маток, допустим, в мае, в конце мая матку, да, и подсаживаете в семью. Удачно все вы подсадили, все у вас, матка начала работать. Вот. Весь сезон у вас уйдет на то, чтобы только пчела поменялась на пчелу, которая будет выведена от матки. То есть вот в этот сезон, если вы подсаживаете плодную матку, в этот сезон вы еще, как эта пчела полноценно работает, вы не узнаете. Потому что нужно 60 дней, чтобы вся пчела эта поменялась, ваша старая, и родилась, и родилась вся молодая пчела от матки. Пока в семье есть старая пчела, особенности этой пчелы будут проявляться все равно в течение двух месяцев. То есть, если, допустим, она заливала гнездовые рамки, она все равно будет заливать. Если у ней агрессивная составляющая, она все равно будет агрессивна. Если она плохо работает на мед, все равно семья полноценно хорошо работать на мед не будет. То есть вот нужно два месяца. Вот, допустим, вы в конце мая подсадили, начала она работать, да? Июнь, конец июля. То есть только в начале августа у вас полностью сменится пчела. Медосбор к этому времени уже закончен. Вот. И в принципе, как себя поведет эта пчела на медосборе, миролюбие ее, в основном вы увидите только на следующий год. То есть первый год у вас пройдет как бы мимо. И полностью характеристику новой пчелы вы не получите. Чтобы полностью как бы узнать эту новую пчелу, лучше брать тогда пакет. Допустим, четырехрамочный или шестирамочный. То есть, беря пакет, вы сразу берете и матку, и пчелу той породы, которую хотите у себя попробовать. Вот. Или же семью, допустим, зимовалую, да, после зимовки. Вы тоже сразу уже оцените и миролюбие сразу, и как на мед она сработает. Вот. То есть вот эти особенности надо знать, когда, допустим, заказываешь маток, а то вот иногда на форуме читаешь, вот маток купила, а они какие-то плохие, пчел как не работали, так и не работают. Так они два месяца и не будут путем работать-то, пока пчела вся не поменяется от новой матки. А когда пчела вся поменялась, там уже и взяток закончился. То есть ничего вы в этот сезон как бы и не увидите от матки, которую подсадите. Вот. Потом еще есть одна такая особенность. Особенность в том, что если вы подсаживаете весной плодную матку в семье, чтобы, допустим, уйти от роевого, это может не сработать. Не сработать по той причине, что пчела-то вся старая останется, и она все равно может прийти в роевой и рой отпустить вот с этой маткой, которую вы подсадите. То есть, чтобы уходить от роевого, надо делать или тогда противороевые отводки с этой маткой и туда скидывать потом пчелу, или же подсаживать неплодную матку или давать маточник. Вот. То есть пчела, чтобы у нее как бы не сработал вот этот вот инстинкт роевого, пчела-матка в этой семье должна быть неплодной, она должна облетаться при этих пчелах и начать сей. Вот. Ну, это вот такие вот особенности, чтобы как бы, если кто-то определится, поменять что-то, попробовать. Вот. Вот. Нужно это учитывать.